Всем привет! А у нас нет ненезапного появления. Она да. Ну, у меня всегда такое было. Давай с Люфтой распрыгну. Под Новый год случаются чудеса. Раньше я скептически относилась к этой фразе, но сегодня я вынуждена в неё поверить. Потому что сейчас мама сидит здесь не для того, чтобы я издевалась над ней, а для того, чтобы она надо мной. Не совсем так. Просто поржём. Да, если раньше мама... Это салют в твою честь. Почему в мою? В твою. Ну ладно, в мою. Не буду отрицать. Если раньше маме приходилось есть что-то странное и делать что-то странное, то сейчас у меня появилась такая коробка. Архив. И в этой коробке находятся письма Деду Морозу от маленькой меня. И не только Деду Морозу. И не только от маленькой меня. Такое ощущение. Ну, когда я пару строк прочла и сразу стёрла из памяти нафиг от волнения и стыда, у меня сложилось такое впечатление, будто кто-то хотел пошутить и писал от моего имени эти письма. Нет, это были твои искренние, чисто сердечные признания Деду Морозу. Издевайся надо мной. Открывай. Я буду видеть эти письма впервые, потому что, ну, потому что, когда я их увидела, мне сразу захотелось их забыть. Первое, с чего я предлагаю начать, с самой дорогой открытки на эту туалетную бумагу. Это салфетка. Привыкла, что ли, Зеву плюс, там, персик? Написано, дорогая мамуля, я поздравляю тебя с восьмым м. Давай, заворачивай. Настя, ну я это берегу. Аккуратно относись к моим вещам. Надо было писать ещё какой год. Чтобы поражать ещё больше. Да, я тормозила просто, понимаешь? В каком году тебе хватило мозгов на салфетке нарисовать мне открытку? Я думаю, что это был где-то 2004. В 4 года я писала? Ты могла с кем-то, да. Ну, так ты уже это... Ты что, не... Нет, нет, ну нет. Ты в 5-6 уже знала. Ты в 5 уже точно знала все буквы. Ты рада научилась разговаривать и писать тоже. Очень жаль. С днём рождения, мамуля. Это уже под тарфорет. Это уже круто, это уже взрослая. Доросла. Доросла, да. Желаю тебе счастья, здоровья, доброты и нежности. А почему нежности? Не знаю. Я вроде без грубостей. Ну-ка. С Новым годом. Это с Новым годом. Здесь всё исполнено. Вообще творческий был подход. Всё, ватки приклеены и там всякие тут. А тут уже стихи, короче. Желаю в жизнь спотыкаться, падать и плакать. Но спотыкаться об деньги, падать в объятия и плакать от счастья в 2011 году. Тебе было 12? Новый год стучит упорямо в окна и не в синее сезон. Очень креативно в 12 лет. В 12 лет вообще, это я думаю, это пик. Я была фанатом смешариков в 12 лет. Сейчас в 12 лет, к слову, чем занимается молодёжь ещё. Знаешь? Нет. Ладно. Папа, я не хочу знать. Это уже 2014 год, это уже всё по-серьёзному. Ну да, красками нарисованы. Такая красота это мне на день рождения. А чё желаю? Ой, тут очень, я буду плакать сейчас. Читай. Нет, я буду плакать, я не хочу плакать. Дорогая мамочка, я поздравляю тебя с днём рождения и от всей души желаю тебе счастья, здоровья, любви и успехов. И чтобы твоя жизнь была такой же яркой, сладкой и конфетной, как эта открытка. А вот эта вот последняя фраза, чтобы твоя жизнь, зачем Розова, чтобы это плохо читалось или не случилось? А здесь вообще ничего не видно. Это просто, чтобы красиво было. Спасибо тебе, мамуль, большое за эту поддержку. У меня анорексия была тогда. Да. Не будем огрыслить. Самое интересное начинается. Видимо, это письмо Деду Морозу. Тут нарисован мешок, а на мешке написано «Пёс для Настюши». Я намекала, как могла. Здравствуй, Дед Мороз, а точнее детская выдуманная фантазия. Смотри, как ты его обзываешь. Это была та стадия, знаешь, Деда Мороза не существует. Пойду-ка и напишу письмо. Я, может быть, и не права, но если бы ты существовал, и чудеса бы происходили... Многоточие. Я уже давно хочу собаку, маленького, четвероногого друга. Мама и все остальные... Сволочи. Мама и все остальные против, но я верю в чудеса. И надеюсь, ты мне подаришь собачку. У меня один процент из тысячи процентов. Это точно как? А если уж не можешь, то лучше тогда вообще ничего не дари. А, то есть вот так, да? Понял, Дед Мороз. Мне больше ничего не надо. Вот здесь нарисована собака и написано... Моя мечта. Только я не хочу игрушку. Сколько боли у тебя сейчас в голосе и в глазах. Это уже 20-й раз, когда я прошу тебя собаку. Мамуля, тут опять собака. Я не знаю, с чем это связано. А там лев с другой стороны. Почему-то левого. Ну, я бы лева не хотела. Да? И хомяк. Слушай, это знаешь, это наверное, что повезет. Рулетка такая. Мамуля, я тебя очень люблю. Я буду стараться учиться. И радовать тебя. Поэтому подарим, пожалуйста, либо хомяка, либо собаку, либо лева. Где мои левы, собаки и хомяки? Вот, хомяк. Это не ты мне подарила. Какая разница? О, опа. Ты и я сказка. Я что, сказки писала? Готово. Ты и я. Сказка. Жили-были Настя и ее мама Оксана. Очень интересно. Однажды Настя пошла в школу и увидела котенка. Продолжать? Давай. Увидела котенка и взяла его с собой в дом. Мама увидела его, тире, и дала ему молока. А Настя выделила ему комнату. Еще не хватало, чтобы у нас коты в отдельной комнате жили. И с тех пор, как у них появился котенок, они жили долго. Позолоти ручку будешь жить? Жить хорошо будешь. Они жили долго и счастливо. 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 Любимой мамочке. Сказка. Поняла. Вот это вот собака. Я точно думаю, это собака. Очень даже собачная собака. А что это? Собака. Слишком долго просила и не выдержала. Не дай этот собаку или котенка и сделай сам. Да. Ну поскольку чудес все-таки не бывает, из заданных вами вопросов в инстаграме я выбрала такие. А, то есть еще это подстава, да? Окей. От которых теперь стыдно будет не мне, а маме. Возможно. Когда и как узнала, что Деда Мороза нет? Я как узнала? Ты думаешь, я помню? Не, я даже не помню. Я даже не помню, как ты узнала. А я никогда не забуду. Знаешь, как это было? Я сплю. Слышу, открывается дверь очень аккуратно. В коридоре горел свет. Луч света падает из коридора на ковер в комнате. Я открываю глаза и вижу. Мама с мешочком в руках. Вот в таком вот положении ползет под елку. Я смотрю, вижу и думаю, ну ладно. Как только закрылась дверь и ты скрылась из поля зрения, я побежала под елку. А там был плюшевый котенок. Угадай, что я просила? Собаку. А я еще с такой надеждой, думаю, блин, может быть, наконец-то котенок сейчас живой или собака живая. Я взяла вот этот мешочек, ну и потрогала так, думаю, блин, как зашевелится. Это, по-моему, белый маленький котенок такой. С розовым носиком. Помню. Я тоже. Что самое необычное тебе дарили на Новый год? Тебе? Тебе. Мне? На Новый год открытки. От кого? От Настеньки. Какой подарок ты попросила у Деда Мороза в первый раз? Я? Я не помню. А что желала? Я не помню. Я знала всегда, что будут конфеты стабильные, что будут какие-нибудь апельсины или что-то такое. Ну, что-то вкусное будет. А представь, что конфет не было бы, ты бы что хотела? А я не могла представить, потому что были только конфеты. На тебя падала елка? Я не помню. А ты на елку? Нет. А под елку? Нет. Как же? Ну, зачем? Ну, да. Нелогично это. Что бы ты попросила у Деда Мороза? Хочу новый телефон. Большой. Деда Мороза не бывает. Чудес не бывает. Детская выдуманная фантазия. Давай пожелаем всем твоим зрителям, всем-всем-всем людям на свете добра, мира, тепла, счастья, радости, любви и всего самого хорошего. И исполнения желаний. Да. Всем спасибо за просмотр. Надеемся, что у вас прямо сейчас появилось новогоднее настроение. Напишите в комментариях о том, что просили вы на Новый год. А мы вас всех очень сильно любим. Целуем и всем пока-пока. Пока-пока.